Матроны в Заречном Здравствуйте! В эфире программа «Детали дня». В студии Данил Кельдушевский. Обучение на дому. Ученики первой школы сегодня не пошли на занятия. Всему виной коммунальная авария. На территории первой школы прорвало трубопровод. Почему жителям не хватает напора, а ученикам знаний, смотрите в сюжете. Район первой школы. В среду вечером здесь прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Жители Южного микрорайона последствия аварии незамедлительно почувствовали на себе. На подачу воды специалистам «Акватеха» пришлось вводить ограничения. Но больше всех от прорыва пострадала школа. Эти кадры мы засняли накануне. 12 часов 20 минут. Для учеников первой школы прозвенел последний на этой неделе звонок. Представляете, у нас завтра учебы нет. Да, тут уху учебы. Дра большая была, и вот завтра воды холодной нет. Сегодня и завтра школьники будут заниматься дома по домашним заданиям. В здании школы будут проводиться лишь консультации для учащихся девятых классов. Без холодного водоснабжения не может работать пищеблок и, соответственно, гигиенические комнаты в школах. К сожалению, в пятницу и в субботу дети будут вынуждены сидеть дома. Большинство детей рады отмене занятий. Но не все спешат покидать школу. Что вы тут делаете? Изучаете что-то? Мы здесь изучаем, да. Мы тут учиться собрались. Гриша и его друг живут недалеко от школы. Домой не спешат. Знают, там их тоже ждут неудобства. Вода холодная, плохо идет. А горячая хорошо. Жительница Кузнецова, 13 убеждена, что корень этой проблемы намного глубже. Предвестником этой аварии был зимний прорыв трубопровода. Тогда затопило дворы прилегающих к школе домов. Сделали это поверхностно, потому что мороз, все замерзло, землю невозможно. А теперь они, по-видимому, делают так, как нужно. Причина прорыва трубопровода – весеннее хождение грунта, уверяют в Акватехе. Необходима замена части трубы, а после хлорирования воды. Но ситуацию осложняет еще одна утечка. Мы с сегодняшнего дня ввели дневные ограничения. Это по одной простой причине, что где-то у нас еще есть прорыв и расход воды увеличился на 60 метров кубических в час. И сейчас мы занимаемся поисками утечки. Найти утечку и устранить последствия прорыва ремонтники обещают до среды. Все это время жителям верхних этажей южного микрорайона будет не хватать напора холодной воды, сообщает в Акватехе. Данил Кальдушевский, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Под надзором администрации. Накануне состоялось выездное заседание штаба по контролю и организации строительных работ. В библиотеке на Бажова обсудили вопросы по восстановлению объектов социальной сферы. Все детали в нашем сюжете. За импровизированным столом посреди стройки представители администрации, строительных компаний и работники объектов социальной сферы. Обсуждают ход строительства объектов, финансирование которых осуществляется из бюджета. Это городская библиотека и клуб в Боярке, спортивная площадка в Дю США, очистные сооружения в Курманке и на Муранитке, а также детский сад на Бажова. На завершение капитального строительства дошкольного учреждения в бюджете предусмотрено 55 миллионов рублей. Однако этих денег может не хватить. Вышли новые санклины, в соответствии с которыми должна быть в каждой группе буфетная. Буфетные не должны быть. Поэтому, чтобы их делать, потом не тянут там средства. Все мелочи придется продумывать в сжатые сроки. Детский сад необходимо достроить и открыть уже в сентябре, к новому учебному году. Проект когда по главу строительства был готов? Я ставил недели три. Сдвинулось с мертвой точки строительство клуба в деревне Боярка. Напомним, он был полностью разрушен из-за пожара в прошлом году. Строители приоткрыли тайну. Новый клуб будет меньше по размерам, однако делить крышу со своим соседом медицинским пунктом ему больше не придется. Уже сейчас готовят проект нового здания. К концу месяца мы должны приступить. Снег сойдет, начнем разборку, готовить новые фундаменты. Если работы по сельскому клубу находятся на проектном уровне, то в городской библиотеке почти закончили внутреннюю отделку, монтируют электрику и вентиляцию. На верхних этажах эвакуационные коридоры и современные системы. Все в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Пожарные клапаны, которые срабатывают от любого позыва, они останавливают доступ к воздуху во все помещения. Таких в здании 17 клапанов. Сдать библиотеку не получится раньше, чем завершаться работы на первом этаже в помещении будущего банка, говорили сегодня. Впрочем, эту тонкость решили обсудить на следующем заседании штаба в этом же месяце. Данил Кальдушевский, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Сегодня днем состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Заречного. Обсуждались вопросы помощи молодым предпринимателям, формирование изземельных участков для производства и торговли и другие актуальные темы. Встреча проходила совместно с филиалом Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области. В ходе заседания члены Совета узнали, что на улице Ленина планируют строить торговый центр площадью более двух гектаров. Выслушав доклад о выполнении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе, часть собравшихся высказали мнение, что программа не работает. Также поднимался вопрос об инвестиционной программе ОАО «Акватех» на следующий год. Подробнее о ходе заседания мы расскажем в ближайших выпусках. Пора покупать лодки. С наступлением весны город превратился в одну большую лужу. Жалуются горожане. Как теперь ходить по городу и кто за это ответственный, зареченцы не понимают. Продолжит Денис Анисимов. Улица Олещенкова, где однажды должен появиться бульвар, сейчас больше похожа на болото. Возмущается зареченец Михаил Шутов. Здесь будет просто озеро, болото. И это вот место. Вот сегодня маленько раскидали доски, я не знаю кто. Ну и идти просто негде. Только в обход. А люди ходят на работу и с работой, и дети, пенсионеры. Здесь ходят и те, кто должен убирать эти улицы, уверен, за леченец. Но почему-то им это не надо. Неподалеку сосед Михаила по подъезду взял лопату и сам пошел чистить дорожку у своего дома. Он устал ждать, пока за это возьмется кто-то другой. В конце дорожки стоянка. Тут забуксовало такси. Как не толкается, пацан пробовал, помогал. Каждая минута водителю дорога. Найдя помощников, он выбирается из канавы и спешит на работу. Для школьников все гораздо проще. Они, не задумываясь, могут назвать ответственного за весенний потоп. Как думаете, кто виноват в этом? Снег. По-другому смотрит на проблему домохозяйка Наталья Колпасчикова. Женщина каждый день видит, как дети, возвращаясь из школы, идут через эту лужу во дворе 12-го дома на Ленинградской. И сегодня ребенок упал в лужу. Ее вытащил мужчина, первоклашечка, девочка. Она стояла на середине лужи и плакала. Ей никому было помочь. Мужчина шел с магазина, вытащил ее. Он сам провалился в воду. Был в туфельках. Но ребенка вытащил. Пытаясь найти того, кто должен за это ответить, Наталья Колпасчикова пробовала звонить в администрацию города. Ответили, что по вопросам уборки города нужно обращаться в ЗМУДЭС. В отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации нам ответили, что за уборку улиц действительно отвечает ЗМУДЭС. Все силы и средства специалисты бросили на уборку снега зимой. Но бороться с природой дирекции единого заказчика не всегда оказывается по силам. После аномальных снегопадов, конечно, появились весенние лужи. Денег на их уборку уже не осталось. Сегодня, ну что, показывает у меня этот самый прибор, что пойдет дождь. Да? Дождь пойдет, сейчас быстрее еще таяние будет. Все растает. Поэтому я не вижу тут вот затрат таких, чтобы мы понесли снова город, которых нет денег. Чтобы мы сейчас тщательно снова все это чистили. Растает? Уже осталось чуть-чуть. В администрации готовятся к другой беде. Когда растает снег, станет видно весь мусор, скопившийся за зиму. Чиновники призывают все предприятия города выйти на весенние субботники с 18 апреля по 16 мая. Обещают обеспечить всех рабочим инструментом и организовать вывоз мусора, чтобы вместе сделать город чище. Денис Анисимов, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. В Заречный прибыл ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Святыню доставили из московской епархии Покровского женского монастыря. В числе встречающих была Екатерина Тонких. В свято-никольском храме Заречного сегодня приветствовали святую старицу Матрону Московскую. Ее образ явился к нам в виде иконы. Блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых русских святых. Для зареченских православных это трогательное событие, считает настоятель зареченского прихода Иерей Николай. Потому что, повторю, нет у нас такой возможности вот так вот запросто сесть и поехать в Москву. Так вот, она сама приходит к нам. Для того, чтобы мы помолились, для того, чтобы мы свои сердечные скорби излили пред ней. Для того, чтобы Господь, быть может, по ее молитвам как-то ослабил действия и страстей наши. Святую Матрону причислили к лику святых только 10 лет назад по инициативе верующих. Слепая от рождения, мученица при жизни помогала людям. Лечила болезни, недуги, даже исцеляла больных. К ней съезжались со всей страны. Люди верят, что мощи святой старицы сохранили чудодейственные способности. За несколько дней перед смертью Матрона сказала, «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своей скорби. Я буду вас и слышать, и видеть, и помогать вам». Прихожане Зареченского храма с просьбами к святой сегодня, как и принято, идут с цветами. Поклониться мощам, Матушке Святой Матроне, попросить у нее, что меня больше всего, рассказывать я не буду, что я, но она помогает. А молимся мы святым, потому что нас грешный Господь не так слышит, как святые просят о нас. Матушку Матрону побывать у мощей, все святые имеют какую-то значимость. Какую? Ну, какую. Помогают по жизни, душевное исцеление, телесное, во всем помогают. Поклониться мощам Матроны Московской жители Заречного смогут до 11 апреля. Воскресенье ковчег с частицей мощей старицы будет прибывать в Мизенском храме на утреннем богослужении. Потом святыню вернут обратно в Свято-Никольский храм Заречного. Напомним, что в ближайшие три дня храм будет работать круглосуточно. Екатерина Тонких, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Технологии красоты для души. Волшебный мир кукол подарила городу Татьяна Левит. С ее авторскими работами зареченцы могли познакомиться сегодня в школе номер один. Какие шедевры художественного мастерства можно сделать из старых вещей и обычных салфеток и как рождаются куклы, узнала Екатерина Тонких. Бывший программист Института физики металлов, ныне пенсионерка Татьяна Левит, два года назад познакомилась с мастером текстильных кукол Ольгой Рубцовой. В центре семьи проходила выставка ее работ. Мастерство и талант московской кукольницы Татьяна взяла за пример. Свою первую работу она сделала спустя два месяца. Самая моя первая, вот когда я научилась делать куклы, мечтательный нафанья, я просто крутила этот синтепон, колготки в руках, не знала, что у меня получится. Это потому что еще есть такое в кукольном ремесле, кукла ведет за собой. Когда делаешь лицо, оно непонятно, что получится. Конечно, задумывая что-то, но непонятно, что. Вот получился вот такой вот у меня. Мечтательный нафанья повел Татьяну в мир кукол. Образы колготочных скульптур рождались один за другим. Официантка Танечка, цыганка Есения, гости из Африки. Эти куклы – ее творческое детище. Хотя зареченская кукольница утверждает, что это занятие только для души. Убить время. Зимой делать нечего, вот и делаю. Когда делать нечего, Татьяна Левит превращает старые вещи в шедевры искусства. Вот этому дырявому видону с помощью простой салфетки и акриловой краски Татьяна подарила вторую жизнь. Даже бутылкам из-под пива художница находит применение. Это я сад свой украшаю таким образом. Или это все на свалку идет, или я сад украшу этим. Сад – еще одно хобби зареченки Татьяны Левит. На ее шестисотках земли размещается целое сказочное королевство. А главный персонаж его пугало. Посмотреть на него приезжали даже из области. Про Татьяну чудо-сад снимали передачи. Друзья говорят, Татьяна – мастер на все руки. Не каждая, вот одна единственная Татьяна Ивановна, наверное, сумела вот так профессионально уже, то есть, как сказать, изготовлять вот такие куклы удивительные. За что она не возьмется, у нее все прекрасно получается. Своим мастерством кукольница заражает и других. Мастер-классы для всех желающих Татьяна Левит часто проводит в центре семьи. Сотрудники центра буквально заставили Зареченку организовать и эту выставку. Здесь, говорят, такие авторские работы должна видеть публика. Сама Татьяна считает, что ее куклы еще не совершенны. Екатерина Танких, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Минута славы по-зареченски. Городской телецентр совместно с газетой «Пятница.Про» и администрацией города объявляет о старте первого телевизионного конкурса талантов. Теперь любой из вас может заявить о себе в эфире нашего канала. Если вы талантливый и не боитесь камеры, то этот проект для вас. Заполняйте анкету в телецентре и готовьте творческий номер на три минуты. Жанр выступления выбираете вы сами. А вот лучшие номера предстоит выбрать зрителям с помощью интерактивного голосования. Не упустите свой шанс стать звездой. Мы ждем ваши анкеты по адресу Олещенкова, 22А, в рекламной группе «Заречный ТВ». Телефон для справок 75585. Острые проблемы, необычные факты, удивительные люди. Все, что волнует вас, может стать темой нашего сюжета. За самую интересную новость мы дарим подарки. На этой неделе приз получает Людмила Станиславна Корнильцева, рассказавшая нам про одну из героинь сегодняшней программы. «Зареченку-кукольницу» Татьяну Левит. Людмиле Корнильцевой достается подарок от магазина «Добрый домовой». Сообщайте новости и вы. Наш телефон 7 11 72. Адрес сайта зартов.ру. И это все детали на сегодня. Хороших вам выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин